Сегодня в программе биологизация и экологизация земледелия. Первые результаты применения новой системы обработки почвы. С какими проблемами столкнулись и какие перспективы определили, расскажем прямо сейчас. Рощи голы, нивы сжаты. Время подсчитывать прибыль, подводить итоги, делать выводы. Это опытное поле агрохолдинга «Агробелогорь», точнее его Прохоровской зерновой компании. В прошлом году здесь стартовал эксперимент по определению оптимального объема внесения в почву удобрений, получаемых от биогазовой станции, которая находится неподалеку. Летом 2012 года здесь, на опытном участке в 54 гектара, который поровну засеяли сои и кукурузы, на поле был внесен эфлюент. Эфлюент, так называются жидкие органические удобрения, полученные после анаэробного сбраживания. Именно этим мы здесь и занимаемся. Сейчас мы находимся в производственном цеху. Здесь у нас расположены резервуары, в которых припоступает входное сырье. Далее эти резервуары перекачиваются в ферментаторы, в дображиватели. Там выделяется биогаз. Биогаз поступает на двигатели внутреннего сгорания, которые находятся справа, сейчас шумят. Но вот эфлюент сам идет в лагуны и далее служит замечательным органическим удобрением, которое потом вносится в поля. Это удобрение с содержанием сухого вещества около 5%, насыщенное полезными веществами, в частности азотом, фосфором, насыщенное микроэлементами. По количеству действующего вещества там многократно превосходит то, что сейчас вносится в поля и конкурирует с минеральными удобрениями. Это нетрадиционное для России зеленое удобрение, пока и для Белгородчины в диковинку. В регионе только учатся работать с такой органикой. И вот первые результаты. Мы поняли, что при внесении 70 тонн на сою, это оптимальный результат, получили там 26 лишних центров на гектар. А на кукурузе 120 тонн на гектар мы получили тоже, в принципе, самый максимальный результат. В дальнейшем еще нужно, в принципе, прорабатывать, как оно воздействует. Еще как минимум, я считаю, мы, наверное, ученые все считают, что как минимум надо еще года два, чтобы понять, как оно воздействует на почву, на окружающую среду и на урожаи. Может, и на другие культуры надо пробовать. Эти цифры, 70 кубических метров эфлюента на гектар для сои и 120 для кукурузы, обозначили как оптимальные после долгого и тщательного анализа. Предварительно поделили поле на 18 экспериментальных площадок и варьировали объем внесенной органики. При этом минеральные удобрения не использовались. Ну, считаем, по одному году эксперимент сложно проанализировать. Поэтому в следующем году предложение опыта дальше будем продолжать. По этому году мы еще заложили также с внесением эфлюента, без внесения минеральных удобрений, это севозимой пшеницы. Посеяли вблизи тоже станции Лучки. На этих полях, где было у нас в этом году лабораторное поле, в следующем году планируем возделывание силосной кукурузы. Мы надеемся на то, что мы то, что сегодня получили результат, в следующем году получим результат чуть не хуже, а может быть даже лучше. Ну, как предложение такое, считаем, что норму внесения нужно будет дифференцировать в зависимости от возделываемой культуры. Если это техническая культура, то в пределах 70-80 кубов. Если это зерновая колоссовая культура, то 50-60 кубов будет достаточно, чтобы полностью уйти от применения минеральных удобрений. Во-первых, это есть биологизация почвы, это есть улучшение структуры почвы. Во-вторых, считаю, более экологически чистая продукция, которую можно поставлять на белгородский рынок. Отказ от минеральных удобрений – это немалая экономия и для самих предприятий, использующих эфлюент, особенно ощутимая в условиях вступления в ВТО. В ближайшее будущее дойдет у нас цена минеральных удобрений до мировых цен. И мы сегодня, скажем так, если каждый год практически на 10% идет увеличение стоимости минеральных удобрений, то в сравнении стоимости минеральных удобрений 20 тысяч рублей за тонну, при внесении 2 центера на гектар, это получается плюс внесение где-то 5 тысяч затраты на 1 гектар. Ну, это затраты материала плюс стоимость по внесению, затраты по внесению. Если мы будем сегодня относить 50 кубов, то понимаем, что мы данным продуктом замещаем полностью минералку, и тем самым экономику немножко делаем лучше. Всего таких полей, удобряемых эфлюентом и без применения минеральных удобрений, в агрохолдинге будет 1100 гектаров. Специалисты рассчитали, органики, производимой станцией «Лучки», хватит именно на такую территорию. Что же касается далеко идущих планов, тут курс на инновации. В компании считают, что еще более эффективным эфлюент может сделать процесс его сепарирования. Эту программу мы планировали и планируем то, что касаемо по сепарированию данной продукции, и получать из него два продукта. Один продукт получает твердую фракцию, после сепарирования пропускать через сепаратор, отделять жидкую от твердой фракции. Жидкая фракция будет идти на полив серая вода, то есть для полива. А твердая фракция после сепарации нам позволит, она будет более обогащенная. По формулам расчета можно будет возить на более удаленные площади, то есть транспортных расходов будет немножко меньше, потому что по внесению на гектар, здесь мы говорим о 70 кубах на 1 гектар, а если мы его сепарируем и сделаем более концентрированную массу, то можно будет носить 10-15 кубов на гектар, в свою очередь меньше транспортных расходов, отключая перевозки. Но это программа будущего, пока на сегодня то, что провели, опыт, то провели. Введение экологизированных севооборотов, с включением в них зернобобовых, многолетних трав и бобово-злаковых травосмесей, промежуточных культур на зеленые удобрения, применение всех видов органических удобрений, всё это способствует повышению плодородия и биогенной активности почвы. Время отдавать земле то, что брали годами. Время заботиться о ней, чтобы и она могла дать нашим потомкам полноценную и безопасную продукцию. О методе биологизации земледелия Валерий Небавский знает, пожалуй, всё. Он профессор, доктор технических наук, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, советник губернатора области по внедрению нулевых технологий. По классификации ФАО, это комитет по аграрным вопросам Организации Объединённых Наций, эта технология называется технологией консервирующего земледелия. То есть технология, которая как бы способствует повышению плодородия почвы, сохраняет гумус, органическое вещество, способствует накоплению почвы, повышению плодородия. А американцы называют её no-till. Нет плуга, не мешая всем природным процессам. Мы консервируем как бы все биологические процессы в почве. Но, к сожалению, на сегодняшний день космос лучше изучен, чем вот то, что происходит там. Там миллиарды микроорганизмов, которые взаимосвязаны между собой, жизнедеятельность, их лимитируются как бы определенными почвенно-климатическими условиями. И вмешательство человека ведёт к деградации почв, к нарушению этих процессов и, так сказать, снижению плодородия. Вот что, так сказать, сохраняется. Консервируются природные процессы. Вообще-то Валерий Андреевич родом с Кубани. Когда-то попал по распределению на Белгородчину, обрёл здесь семью, но родина позвала назад. Сегодня он приезжает в Белгородскую область, чтобы поделиться своими знаниями с аграриями, которые только начинают внедрять систему no-till. Это инициатива лично Евгения Степановича. Он, так сказать, предложил заниматься вот именно на этой земле. И он, и Владимир Яковлевич Родионов настоятельно, именно последний настоятельно заняться этим в Валойском районе. Потому что здесь почвенно-климатические условия довольно жёсткие. Это не Ивнянский, не Белгородский район, не Яковлевский район и не Карачанский. Здесь минимальное количество осадков, частые засухи и так далее. И почвенные условия не ах. У нас, например, в Севоворотах где-то около 35-40% серых лесных почв. Вот здесь. Понимаете? А это не совсем хорошее, мягко говоря, условие для земледелия. Поэтому если мы научим людей работать нормально на этих почвах, я буду считать, что я не зря эти годы провёл здесь. Потому что людям будет легче. Свои знания Валерий Небавский превращает в умения на полях валуйского предприятия подшипник МАШ. Совсем другая картина была. Здесь поля вот тут третьи годы. Зализы были, её освоили. Была посеяная кукуруза, потом соя. Вот сейчас по сою посеяна зима. Предшественник соя по данному полю. И само почвенный покров, когда уже растительными остатками третий год остаётся на почве растительные остатки, мы наблюдаем такую динамику, что у нас сокращается применение минеральных удобрений. Мы уже когда вносили по 100 килограмм, порядка 100 килограмм припасе в рядки, сейчас уже порядка 60-70 килограмм. Снижаются средства защиты, такие как вот перед посевами мы работаем, глифосатами по уходу, потому что растительные остатки, которыми почва накрыта, они как бы унитают, не дают прорастать в сорновной растительности. Это большой плюс. И тем более, что с растительными остатками возвращаются в почву те же азот, фосфор и калий, те же элементы питания, что в дальнейшем при 50 лет этой работе системы НОТИЛ, мы практически заметим уже полностью, ну не полностью, предварительно большой отказ от минеральных удобрений, от средств защиты. Мы уже видим по третьему году на полях, как по зимовому клину, так и по другим культурам пшеницы, по кукурузе, по солнечнику, идет у нас снижение внесения гербицидов. И это технология будущая. На сегодняшний день у нас мы уходим от водной и ветровой эрозии, мы уходим от засоления и закисления. Мы на сегодняшний день можем применять три основных орудия. Это опрыскиватель, сейлка и комбайн, что нам позволяет сократить рабочие процессы, потому что на сегодняшний день на селе дефицит рабочей силы. Это все практически знают. Значит, если мы берем, значит, конечный результат, значит, этой технологии, мы на сегодняшний день, по прошлому году, значит, подсчитываем, что у нас на гектар от начала посевных работ и к концу мы пришли с результатом 28 литров дизельного топлива. В то время, когда при обыкновенной технологии эти результаты превышают 70 литров. Значит, также на сегодняшний день, мы когда сокращаем рабочую силу, мы можем практически повысить заработную плату. У нас нормальные ребята, значит, сезон получаете 50-60 тысяч рублей. Это дает стимул людям и дольше поработать, и больше произвести. Значит, это, значит, такой результат, который, значит, на сегодняшний день складывается в семейный бюджет, и люди стараются работать. Надо сказать, что одного желания работать для хорошего результата еще недостаточно. Нужны знания и точность в применении нулевых технологий. Этому и учит Валерий Андреевич сотрудников подшипник Маша и специалистов других компаний во время проведения специальных семинаров. Валерий Андреевич человек, без которого никакое агрономическое решение в нашей компании не принимается. Также Валерий Андреевич постоянно проводит обучение наших сотрудников, указывает на их ошибки и пытается их предотвращать. Все учатся у Валерия Андреевича, каждый день что-то новое для себя узнаем. Особенность этой технологии это высочайшая квалификация специалиста. Высочайшая. Потому что если классика допускает какие-то ошибки, то эта технология не прощает ничего. Здесь ничего не изменить, не поправить в процессе вегетации в течение лета растений невозможно. Понимаете, просто нет техники и технологии, которая позволяла бы что-то исправить. Поэтому изначально эта технология предполагает высокую квалификацию специалистов. Однако не будем забывать, что Валерий Андреевич доктор технических наук. И он нашел применение своим знанием и опыту в деле биологизации земледелия, приняв участие в разработке и создании сейлок прямого сева Берегиня. Я пришел в компанию для того, чтобы научить людей технологии и как бы патронировать, возглавить разработку этих машин. До этого в компании не делали этого и не знали, какие машины. Взяли двоих конструкторов, которые никогда не занимались этими машинами. Ну и вот, создали на бумаге их сначала. А потом в экспериментальном производстве экспериментальные образцы создали, а уже когда пускают в серию, ну, моя задача только устранять недостатки, помогать. То есть это наше детище. Отечественные сейлки, если чем-то и уступают импортным, так это в цене. Они тоже способны сеять на высоких скоростях. В среднем вот такая засевает 30 гектаров земли за световой день. Электроника контролирует высев семян. Малейшее отклонение от нормы и бортовой компьютер сразу оповестит о неисправности. Разумеется, в своем хозяйстве используется своя же техника. Плюс технология наутил, и в результате даже на непродуктивных на первый взгляд землях неплохой урожай. Однозначно в этот даже тяжелый год сработаем в прибыль. Не буду пока говорить в какую прибыль, чтобы... ну, прибыль будет. Это мы связываем сельхозпродукцией. Это мы связываем, конечно, себестоимость сельхозпродукции. Это все благодаря данной технологии получаем. Биологизация это неизбежный процесс. Это объективная реальность, скажем так. К этому все мы придем. Но вопрос, кто раньше, кто позже. А это уже есть субъективные факторы, есть объективные факторы и так далее. То есть это пройдет, я думаю, быстрее, чем мы думаем. Быстрее. Европа и Америка, рассказал ученый, давно отказались от вспашки. Владимир Андреевич это знает не понаслышке. Когда в своем краснодарском хозяйстве он решил применять нулевые технологии, ездил учиться во многие страны мира, чтобы понять, как работают наутил в разных климатических поясах, какая техника нужна, какие сорта и культуры сеять и каким образом. Словом, ему есть чем поделиться с теми, кому по пути с биологизацией земледелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова